С 1 апреля в Чувашии появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с использованием универсальной электронной карты. Еще в феврале провели тестирование проекта, которое сейчас, можно сказать, прошло успешно. Подробности далее. В апробации участвовали пять карт. Успешное тестирование транспортного приложения универсальной электронной карты позволило ввести новую систему раньше намеченного срока. Согласно плану графика, с 1 апреля мы должны были начать опробирование транспортного приложения на этой карте. По факту это опробирование началось намного раньше. 14 февраля несколько карт увезли в город Москва, где на эти самые карты было записано транспортное приложение. Они, соответственно, вернулись назад в Чебоксары и мы их здесь проверяли. Да, действительно, работает. Деньги снимаются, чек печатается. Чувашия участвует в пилотном проекте по выдаче единых карт с прошлого года. Сегодня республика в числе тех субъектов, где проект внедрили стопроцентно. Уже с 1 апреля 2013 года то, что должно было быть опробирование транспортного приложения, у нас уже выполнено. И все нормативные документы у нас приняты, и заключены соглашения с федеральной уполномоченной организацией, созданы каналы защиты. И все, что планом предусмотрено, мы выполнили. Тем, у кого уже есть универсальная электронная карта на руках, нужно обратиться в уполномоченную организацию для активации транспортного приложения. Именно это приложение является электронным кошельком. На пластиковую карту зачисляются средства, и затем в момент проезда с нее списываются. Помимо транспортного, на карте есть банковское приложение и электронно-цифровая подпись, которая имеет юридическую силу при подписании документов через порталы государственных услуг. С начала года в республике принято около 500 заявлений на выдачу универсальной электронной карты. Получили их более 130 человек. На днях поступили дополнительно персонализированные 132 карты, которые полностью готовы к выдаче жителям республики. Принимают заявления в трех специализированных пунктах Чебоксарах, а также один пункт размещен в городе Спутники. Стоит отметить, что при безналичном расчете стоимость проезда в общественном транспорте на рубль дешевле. На троллейбусе составляет 13 рублей, а на автобусе 15. Данифат Агирова, Александр Петров, Республика.